Не живи прошлым. Может, моментально сейчас много из нас дали себе ответ, что это не для меня тема. Я не живу прошлым. Но я сам углубляясь в эту тему, увидел, как часто мы не замечаем, как память о прошлом влияет на нашу жизнь сегодня. У каждого из нас есть прошлое, и чем больше мы прожили на этой земле, тем больше у нас прошлого за спиной. Прошлого, которое мы иногда не хотим вспоминать, потому что оно неприятное. Прошлое, которое мы как-то хотели бы вернуть, потому что это были приятные моменты. И у каждого из нас много моментов с нашего прошлого. Есть три вещи, которые крадут счастье в жизни каждого человека. Это когда мы живем прошлым. Это когда мы неблагодарны за сегодняшнее. И когда у нас есть тревога о будущем. Если мы живем прошлым, или неблагодарны за сегодняшнее, или переживаем за будущее, в жизни христианина не будет радость, и не будет мира на сердце. Сегодня мы говорим на одну из этих причин. Не живи прошлым. Если мы живем прошлым, может так случиться, что мы утратим у Бога благословение. Апостол Павел, если посмотреть на его жизнь, он не жил прошлым. Послание к филиппийцам, 3 глава, 13 стиха написано такие слова. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Апостол Павел говорит каждому из нас, братья, я не считаю себя достигшим, но что делаю? Забывая. Как вы думаете, у апостола Павла была хорошая память или нет? Хорошая память. Как он мог забывать? Мне нравится, как в английском переводе написано, but one thing I do forgetting. Одну вещь, которую я делаю. То есть апостол Павло имел большое прошлое в своей жизни, много хороших моментов, о которых можно вспомнить было, и много плохих, потому что он гнал церковь, он делал плохие вещи. Но он говорит, обращаясь к братьям, обращаясь к церкви, я забывая прошлое, иду вперед. Он мог бы сказать просто, я не помню прошлое, я не знаю, что было там где-то, когда-то, но он говорит, я делаю это, я забываю прошлое, чтобы двигаться вперед. Забывая прошлое, мы делаемся ревностными, и все силы даем для того, что еще не сделали. Говоря про то, что в нашей жизни важно не жить прошлым, первый момент, который я хотел бы с вами посмотреть, это то, что нам не нужно полагаться на свою память. Память в нашей жизни, она имеет свойство искажать информацию о прошлом. Помните, как мудрый Соломон в одном местописании сказал, что не полагайся на свой разум, не полагайся на свою память, потому что наша память, она может искажать то, что было в прошлом. Она может давать ложные представления о так называемых старых добрых временах. Мы можем преувеличивать проблемы, которые были в нашей жизни в прошлом, или наоборот, мы можем преуменьшивать те радостные моменты, которые были в прошлом. Давайте читать числа, 11 глава 4 стиха, напишут такие слова. Пришельцы между ними, между израильским народом, стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу. Вот это слово «помним». Израильский народ тоже имел память, и написано, что они говорят, мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни и лук и репчатый лук и чеснок. Насколько так вы заметили, перечислено лук и репчатый лук. Они настолько запомнили, как они ели этот чеснок, и поэтому они ропщат, отзывают перед Богом и говорят, мы помним свое прошлое. И мы, христиане, очень хорошо помним, какое у них было прошлое. Ихняя память перекрутила ихнее прошлое, и они уже вспоминают чеснок и лук, и репчатый лук. И думают, как было хорошо нам в прошлом. Бог ведет Израиль в землю молока и меда, а они думают о чесноке. Вот это яркий пример сегодня для нас, христиан, что когда мы вспоминаем свое прошлое, нужно быть очень аккуратным, потому что мы можем вспоминать некоторые моменты, и наша память, она будет перекручивать то, что было. Давайте вспомним, по какой причине Бог выводит израильский народ из Египта. Исход 2 глава, 23 стиха, написаны такие слова. Спустя долгое время умер царь Израильский, истинали сыны Израилевы от работы и вопияли. Истинали и вопияли, но это ихняя память уже не помнит. И вопль их от работы вошел к Богу, и услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завета свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. Настолько сильно, больно было израильскому народу в египетском царстве, что написано, что ихний плач, вопль донесся до самого Бога. Но прошло совсем немного лет, и они вспоминают прошлое, и все, что о них осталось, это мясо, чеснок, лук. Сегодня похожее может быть в нашей жизни христиан. Мы вспоминаем прошлое, может, это связано с нашей жизнью, с нашим переездом, с нашей семьей, с некоторыми ситуациями, и память перекручивает. Как важно не полагаться на свою память. Похоже, и сегодня может быть то, что даже люди с разных стран переезжают в другие страны. В некоторых странах начинаются войны, хуже жить, притеснения. Люди переезжают в другую страну, может, чуть получше, поспокойней. Но в лучшей стране, поспокойней, встречаясь с проблемами, с некоторыми ситуациями, вспоминают свою страну, память перекрутила, и говорят, о, как мне там хорошо было в моей стране. Хотя была война, были переживания. И поэтому, когда мы сегодня полагаемся на свою память, мы можем сделать много ошибок. В моей жизни была такая ситуация, мы с женой сделали ремонт в том доме, где мы жили, в Украине, и нам нужно было купить один ковер. Мы решили поехать в магазины. Я помню, как мы потратили, наверное, полдня для того, чтобы выбрать один ковер в living room, в такую гостиную в нашем доме. Не нашли магазина подходящего ковра, мы поехали на базар в нашем городе Хмельницком, это был очень известный базар. Нашли два ковра, которых нам очень сильно нравилось. Но снова мы не могли сильно определиться, и тот, и другой нам нравился. И женщина, которая продавала этот ковер, она говорит, я готова вам его привезти домой, я возле вас живу, я вам положу перед диваном, где вы будете сидеть, вы посмотрите, и если какой из этих двух вам понравится, тот вы себе и оставите. Мы так договорились, приехали домой без ковра, потом приехала эта женщина с нашими двумя коврами, постелила один, постелила второй, мы с женой вдвоем посмотрели, и нам понравился один из них. Красивый, приятный, подошел к нашему ремонту, и мы говорим, мы этот берем, мы довольны, дали деньги, купили этот ковер, и женщина уехала тоже довольная с деньгами нашими. Мы сели на диван перед этим ковром, я поставил свои ноги на этот ковер, успокоились с женой, и я говорю своей жене, а все-таки вспоминая тот другой ковер, он был намного красивее. Когда мы выбирали то, что мы выбрали, тот ковер, он нам очень сильно понравился, но прошло буквально 20 минут, и память перекрутила мое представление, и пропала радость с моей души. Когда мы живем прошлым, когда мы вспоминаем прошлое, нужно понимать, что память может перекрутить. Я помню пример моего отца, он с детства любил Бога, служил Богу, был в церкви еще в Советском Союзе, и он говорит, знаете, сыновья, сейчас много старших людей говорят, что когда-то была церковь, когда-то были люди, когда-то любили Бога, а сейчас никто не любит. Он говорит, а я вспоминаю прошлое, и понимаю, что и когда-то были хорошие, и плохие люди, и когда-то церковь имела хорошие моменты, и плохие, и сегодня есть люди, которые любят Бога, и сегодня есть та молодежь, которая ревностна перед Богом, давайте скажем на это аминь, потому что мы часто можем вспоминать прошлое, память перекручивает, и мы забываем, что не все так было хорошо. Следующий момент, про который мы будем с вами размышлять, называется «Не живи прошлыми поражениями». Если смотреть на жизнь апостола Павла, то это был человек, который сделал в своей жизни много зла для верующих в Иисуса Христа людей. И апостол Павло, если бы размышлял о своей жизни, он бы в один момент просто мог бы сказать «Да я недостойный служить Богу, какое у меня прошлое». Но апостол Павло не жил прошлыми поражениями. Я хочу вместе с вами читать вторая книга Царств, 12 глава, 16 стиха. Вторая книга Царств, 12 глава, 16 стиха. Там описывается ситуация про Давида, всем нам известная. «И молился Давид Богу о младенце и постился Давид». Помните сложную ситуацию, когда Давид как-то хотел исправить ситуацию? Написано, что он и молился, и постился. «И уединившись, провел ночь лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему». Слуги Давидовы боялись донести царю, потому что видели, насколько сильно он переживает этот момент, что умер младенец. Ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же скажем ему, умерло дитя, он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих, умерло дитя, и сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли, и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень, и молился, возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его, что значит, что ты так поступаешь, когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб. И сказал Давид, да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо, а теперь оно умерло, зачем же мне поститься, разве я могу возвратить его, я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. Вот такой момент был в жизни Давида, когда не знали, какая реакция будет у самого Давида, но написано, что когда он узнал, что уже умерло дитя, что ничего не вернуть, что он сделал? Он встал, покушал, умылся и понял, что нужно двигаться вперед. Часто в нашей жизни бывают беды, бывают проблемы, бывают ситуации, которые могут нас сбить с толку. Как важно быть как Давид, чтобы даже в такие моменты двигаться вперед и понимать, что не нужно жить прошлыми поражениями. Возможно, кто-то из нас сегодня хочет служить Богу, братья, сестры, но вы вспоминаете некоторые моменты своей жизни и думаете, ну как я сегодня, буду служить Богу? Ну как я это могу делать? Бог смотрит на вас не то, кем вы были в прошлом, а на то, кто вы есть сегодня. Может, в семьях наших, христианских, между мужем и женою были некоторые моменты в прошлом. Вы уже попросили прощения друг у друга, но все равно не можете сблизиться, потому что память о прошлом. Как важно это забыть? Как важно примириться? Может быть, ситуации родителей с детьми имели в прошлом нехорошие моменты, и сегодня это не дает двигаться вперед. Как важно не жить прошлыми поражениями. последнее, которое я буду говорить, это не живи прошлыми победами. Ну, когда мы слышим, что нельзя жить прошлыми поражениями, нам спокойно понятно, это было поражение, это было нехорошо, нельзя про это помнить, нельзя про это думать, но как не жить прошлыми победами? Книга Судей, 16 глава, 19 стиха, мы вспомним про Самсона, и усыпила его, Самсона Долида, на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь всем коз головы его, и начал он ослабевать, и отступила от него сила его, она сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон, он пробудился от сна своего, и сказал, пойду, как и прежде, и освобожусь, а не знал, что Господь отступил от него, когда Самсон проснулся и понял, что нужно что-то делать, что сказал, какие были первые слова, пойду, как и прежде, но нюанс был в том, что он, проснувшись, думал, что у него есть силы, но не понимал, что Господь уже отступил, в этот момент он жил прошлыми победами, но уже потерпел поражение. У каждого из нас в прошлом есть хорошие добрые дела, у каждого из нас есть хорошие вещи, которые мы делали в нашей жизни, и мы сегодня можем быть в ситуации, когда мы просто живем прошлыми победами, забывая про то, что сегодня нужно побеждать. когда мы говорим про Давида, мы можем видеть про то, что у него были много побед, он встретил льва, он встретил ведмедя, но когда он встретил Голиафа, он понимал, что и это он сможет. Даже если в прошлом мы делали хорошие вещи, дела веры, нам сегодня нужно не забывать двигаться вперед для славы Божьей. В конце я хотел бы вспомнить слова Иисуса Христа. Он сказал в один момент «Вспоминайте жену Лотова». Это написано в Луки 17 глава 32 стих. «Вспоминайте жену Лотова». Жена Лота вышла вместе своим мужем, но умерла в один день вместе с неверующими людьми в Бога. Если мы оглядываемся назад в своей жизни, если нам интересна жизнь та, что была в прошлом, мы в один момент можем закончить так, как неверующие люди в Бога. Возле Иисуса было много учеников, и вы знаете, кто это были, какое у них было прошлое. Не священники, не книжники, но Иисус Христос поменял ихнюю жизнь, и они стали апостолами и учениками Иисуса Христа. Встреча с Иисусом Христом изменила жизнь каждого из нас, и поэтому мы должны полностью забыть наше прошлое и двигаться в святости его. Давайте на это скажем вместе аминь. Мы сегодня есть вместе с Иисусом Христом, и поэтому нам нужно думать про то, что мы имеем сегодня, и про будущее с нашим Богом. Не живи прошлым, потому что у него нет будущего. Нельзя ехать вперед, глядя только в зеркало заднего вида. Зеркало заднего вида обязательно нужно, потому что мы можем посмотреть, что сзади, и это помогает нам двигаться вперед. Но если мы будем ехать вперед на машине и просто смотреть за кола заднего вида, мы разобьемся. Мы можем вспоминать свое прошлое, наше прошлое может помочь нам двигаться вперед, но если мы будем только жить прошлым, мы не сможем дойти к нашей цели. Давайте встанем на наши ноги, мы сейчас будем иметь молитву. Давайте в этой молитве скажем, Боже, я хочу сегодня двигаться вперед, забывая заднее, просираться вперед, идти к Тебе, замечать те благословения, которые сегодня есть в моей жизни, та страна, где я живу, те дети, которые у меня есть, та жена, которую Ты мне дал, то, что я имею, это сегодня ценно для меня. Давайте скажем это в молитве. Если кто-то жил прошлым, или вы помните в своей семье, с друзьями, с братьями, с сестрами, некоторые моменты, которые неприятны, давайте сегодня забудем, потому что Бог назовет двигаться вперед. Аминь. Молимся. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за нашу жизнь. Мы благодарим Тебя за те обетования, которые Ты в один момент обещал нам, и мы сегодня имеем. Мы сегодня имеем жизнь вечную. Мы сегодня имеем праведность, мир и радость в нашем духе, потому что Ты дал нам спасение. Слава Тебе за это. Мы благодарим за то, что Ты не оставляешь нас. Мы благодарим за всю нашу жизнь, когда мы родились на этой земле, за все прошлые дни, прошлые года, все, что мы имели, спасибо Тебе. Мы имели проблемы, мы болели, мы имели утраты, но мы знаем, что все было по воле Твоей. Мы просим, Боже, благослови нас, дай нам силы и веры сегодня двигаться вперед, чтобы мы сегодня двигались не просто мыслями про прошлое, но двигались про то, чтобы служить Тебе, чтобы сегодня замечать те благословения, которые Ты дал в нашей жизни, чтобы идти к цели, которые Ты завещал, к вечной жизни. Мы просим Тебя, благослови каждого из нас. Мы благодарим Тебя, Боже, что Ты сегодня с нами, что Твое присутствие есть в наших семьях, что Ты нас никогда не оставлял и Ты будешь в будущем с нами. Мы в этом верим и мы любим Тебя, наш Отец Небесный. Аминь.